А сейчас об автомобилях и людях, которые управляют именно на запредельных скоростях. Формула-1. Уже завтра в Сочи стартует четвертый Гран-при России. Это наш этап королевских гонок. Пока на трассе и в командах участников последние приготовления. За ними понаблюдала Алена Евтикова. В специальных боксах-гаражах скоростные болиды собирают как конструкторы за ширмами. В условиях полной секретности эти тайны слишком дорого стоят. Тестируют автоматику, закручивают гайки и придирчиво осматривают шины. В последние приготовления и на идеальном асфальте тщательный замер важен каждый сантиметр. Трассу Сочи гонщики легкой не считают. Это хорошая трасса. Может быть несколько поворотов окажутся слишком крутыми. Это и будет самой сложной частью гонки. К тому же здесь довольно гладкий асфальт. Так что придется подбирать для этого шины и подстраиваться под дорогу. Это трудно, но я думаю, что справлюсь. К любым экстренным ситуациям здесь же готовятся медики. В случае тяжелой аварии пилота «Формулы» прямо с трассы эвакуируют на вертолете за считанные минуты. На трассе у нас работает 145 человек. Плюс у нас еще есть вторая система обслуживания. Это те, кто обслуживает зрительскую зону. Результат гонки напрямую зависит от самочувствия гонщика. Поэтому важно все, даже то, что ешь. У каждой команды свои повара. Здесь собрались люди из разных стран. В основном готовим мясо. Для гонщиков у нас более облегченная пища – рыба, курица. Те, у кого есть билеты, могут своими глазами увидеть своеобразную кухню соревнований еще до их начала и прогуляться по Питлен. А если их повезет, еще и сфотографироваться с любимым пилотом. Очередь желающих посмотреть, как готовятся команды «Формулы-1» к своим главным заездам растянулась на сотни метров. Такое событие не могли пропустить. Вживую все по-другому, естественно, чем на экране. Как бы все масштабнее, интереснее. Самый большой ажиотаж у боксов команд лидеров. Это очень круто. Очень ждали этого этапа, потому что, в принципе, в другие страны дорого ехать. А здесь все свое родное, все по-русски, и люди свои приятно. Сочи-автодром – это, по сути, наследие Олимпиады 2014 года. Это единственная отечественная трасса, работающая в круглогодичном режиме. Вся инфраструктура внутри современного комплекса и вокруг него готова к приему важнейших международных автоспортивных и развлекательных мероприятий. Этот комплекс первоклассный вообще. Все супер. Инфраструктура работает, парк красивый, трасса хорошая, качественная. Все работает. Поэтому 5 баллов. Молодцы русские. Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят в этом сезоне выступает за команду «Торра Росса». По традиции, перед скоростными заездами на домашней трассе он пробует себя в одном из зимних видов спорта. В прошлом году был бобслей, на этот раз керлинг. Сначала было тяжело привыкнуть к скольжению на льду, удерживать равновесие. Затем научился. В целом для меня, конечно, это эмоциональный уикенд, потому что здесь будет очень много российских болельщиков, будет очень много российских флагов. И для меня, естественно, это очень важный завт. Десять команд, по два гонщиков каждый. Россия уже четвертый раз принимает гран-при. Этот сезон, по сути, новая страница в истории королевских гонок. Изменились технические требования к болидам. Они стали еще быстрее. И сочинская трасса к этим новшествам готова. В ряде поворотов мы увеличили количество защитных систем, которые в случае аварии погашают удар. Даже стартовые блоки стали шире, потому что сами болиды стали шире. Со вторым мы привели в соответствие с требованиями Международной автомобильной федерации к болидам текущего года. Завтрашнего дня тестовые, а затем и квалификационные заезды, где определится, кто стартует в финальной гонке с более выигрышной позицией. Любители рева моторов и быстрой езды ждет увлекательный уикенд российского этапа «Формула-1». Алена Евтикова, Валерий Бжанов и Дмитрий Баранов. Первый канал. Сочи.